На 134 страницах этой книги фотографии и документы, сделанные в Куйбышеве в 1941-1943 годах. В то время город на Волге стал запасной столицей. Началась новая веха в истории Самарского края. Куйбышев стал крупным промышленным центром с развитой инфраструктурой, культурой и большой численностью населения. Книга, автором которой стал ученый-историк-краевед Глеб Алексушин, рассказывает о жизни запасной столицы, эвакуации, параде 1941 года. Здесь показаны места размещения всех правительственных и дипломатических организаций. Повезло то, что я очень давно собирал эти материалы. Я их настолько давно собирал, что работа не была сбором. Больше было работы с документами, с их нарезкой, с стыковкой. Наверное, самым сложным была подборка зданий, максимально подходящих по эпохе. Выпуск приурочили к 80-летию запасной столицы, которую город отмечает 15 октября этого года. Проект поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Ведь сколько бы лет ни прошло, Великую Отечественную войну и цену Великой Победы помнить будут всегда. Альбом «Чем хорош» содержит в себе фотографии, которые до этого никогда в одном месте, в одном издании, в таком качестве переграфии не были собраны. Конечно же, эти материалы должны быть изучены, я думаю, каждым школьником, каждым преподавателем истории. И, конечно, краеведческие и классные часы должны проходить в наших образовательных учреждениях. Площадкой для реализации проекта стала одной из старейших изданий города «Самарская газета». На мой взгляд, как директора «Самарской газеты», если есть возможность оставить свой маленький след в историческом контексте каком-то, то вот это как раз тот случай, на который стоит тратить деньги, на который стоит тратить усилия, организовывать команду Маню. Я хочу выразить огромную благодарность нашей редакции, дизайнерам, верстке, потому что эти альбомы реально сделаны с душой. Книга станет подспорьем для краеведов и экскурсоводов города. Только на основе одного альбома уже можно будет проводить экскурсии для жителей и гостей Самары. Узнавая больше фактов о месте, где живешь, начинаешь любить родной город еще сильнее. Тема важная. Я считаю, что она приоткрывает новые тайны нашей истории, нашей области и рассказывает читателю, как было раньше. Я думаю, что и старшим поколениям, и младшим эта книга будет интересна. Это не первая совместная работа администрации, краеведа Глеба Алексушина и газеты. В апреле этого года вышел альбом «Легендарные космонавты в Кубишеве». Выход приурочили к грандиозному событию – 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. В книге собраны уникальные снимки и факты о том, как проводили свои трудовые будни и выходные герои космической эпохи. Мэри Елчан, Константин Головин. События.